Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хован. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы будем готовить с вами землю для выращивания рассады. Но землю мы эту готовим очень прилично заранее. Сейчас еще ноябрь месяц, однако позаботиться о будущей рассаде, необходимой уже сейчас. В одном из наших роликов мы рассказывали о трех чудесных деревьях, листовой опад которых, а также листовая земля от корней этих растений являются ценными источниками различных микроорганизмов. Осина, кроме того, дает нам хорошие ценные вещества из своей коры, в которой содержатся в том числе такие токсиканты, которые борются с различными круглыми червями, которые называются нематодами. Для того, чтобы приготовить землю, нам необходимо, ну, я использую вот такой вот торфяной стандартный грунт. Это основа нашей земли. Я пересыпаю необходимое количество этого грунта вот в такую, можно сказать, болею, в какой-то таз широкий, еще куда-то, там, где мне удобно и легко будет делать смесь. Как правило, грунты, стандартные грунты на основе низинного или верхового торфа уже содержат достаточное количество минеральных веществ, поэтому никакие химические минеральные удобрения я сюда не прибавляю. В случае же, если я буду видеть, что растения у меня испытывают некоторое голодание, в этом случае я буду их соответствующим образом подкармливать. Итак, я буду делать рецепт примерно на два ведра грунта для рассады. Итак, два ведра я высыпаю вот этого грунта сюда, вот в эту емкость. Как следует, все это перемешиваю. Смотрю, чтобы здесь не было каких-то кусочков корней, коры, что, в общем-то, может вполне здесь и оказаться. В качестве микробиологического активатора я сюда закладываю смесь земли из-под ольхи, из-под лещины и из-под осины, а также мелко нарезанные веточки осины. На два ведра мне нужно будет примерно, ну, вот таких вот три большие горсти вот этой вот моей заправки. Вот сюда вот я их выкладываю. Тщательно перемешиваю. И что важно, что необходимо, чтобы вот этот вот грунт был перемешан как следует и остался на несколько месяцев для дозревания, чтобы микрофлора здесь, вот та, которая содержится в таких почвенных активаторах, она здесь хорошо прижилась, подружилась с той микрофлорой, которая находится вот в этом естественном грунте, и чтобы она здесь размножилась. Однако, прибавление любых грунтов, взятых из природы, а также иногда, сейчас уже не так часто, но всё-таки использование покупных грунтов не даёт нам гарантию того, что они не будут заражены различными почвенными вредителями, а также зимующими клещами паутинными, ну и другими неприятными вредителями нашей рассады. Что же делать? Ведь здесь могут быть и личинки яйца червей, и личинки насекомых, даже проволочник, что угодно. Ну, первое, чем надо заселить наш грунт, конечно, это метарезин. Хороший, прекрасный препарат метарезин, который содержит гриб метаризум. Гриб метаризум можно легко выращивать в домашних условиях и использовать его в том количестве, в котором вам только необходимо. Поэтому заселить нужно этот грунт метарезином. Если вы покупаете стандартный препарат метарезин, вот как вы видите на картинке, то в этом случае вам его на два ведра земли понадобится примерно две чайные ложки. Высыпаете его сюда в грунт, равномерно распределяете и оставляете для размножения этого метарезина, для того, чтобы он как следует здесь отработал. Второй важный компонент – это табачная пыль. Табачная пыль, внесённая в грунт для рассады, оставленный на несколько месяцев для созревания, начнёт сюда в грунт выделять никотиноиды, начнёт губить здесь вредных организмов. Ну, а вообще-то в рассаде никакие насекомые нам абсолютно не нужны. Поэтому примерно один килограмм на два ведра вот этой вот табачной пыли мы обязательно сюда вносим. Тщательно перемешиваем. Кроме того, частички табачной пыли содержат целлюлозу, содержат лигнин, содержат те вещества, которые являются хорошим подспорьем и хорошим питанием для почвенной микрофлоры. Сюда можно добавить 200-300 грамм пшеничных или любых других зерновых отрубей. Они также будут хорошим питанием для азотфиксирующих, фосфатмобилизующих и микоризных организмов, которые мы внесли с тем нашим активатором, который приготовили раньше. Кроме того, если риски внести сюда паутиного клеща, проволочника и других насекомых вредителей велики, а также чтобы окончательно расправиться с нематодой, но только в том случае, если вы осознаёте свои риски как высокие, в этом случае можно внести в нашу почву такие препараты, как актофит и такие препараты, как фитоверм. Они относятся к группе авермиктинов. Это продукт биологического синтеза, продукт микробного синтеза, поэтому они в полной мере являются биологическими. Доза, которую необходимо вносить в почву, полностью соответствует той дозе, которая указана на упаковке. Например, если 5 мл на 1 л воды здесь указано, значит вам нужно сделать такой раствор, и этим раствором как следует до полной влагоёмкости почвы полностью увлажнить ваш грунт. В этом случае вы можете быть абсолютно уверены, что до момента использования этого грунта все вредные организмы, которые здесь есть, погибнут. Я, конечно, рекомендую вам для надёжности использовать все три метода. Это метарезин, это табачная пыль, и это авермиктиновые препараты. Плюс вот тот растительный активатор, который мы приготовили сами. Вот этот грунт необходимо пересыпать в ведро, сверху закрыть его или плёнкой, или крышкой, но не то чтобы укупорить и полностью устранить доступ воздуха туда, но просто прикрыть, чтобы не допускать какого-то активного высыхания этого грунта и оставить в тепле, в покое до надобности, до того, как вы начнёте готовить рассаду для посадки в этот грунт. Почему не на морозе? Почему в тепле? Дело в том, что, а, начнут размножаться те бактерии, которые мы туда внесли с нашим активатором почвы. Б. Начнут в тепле отрождаться личинки из яиц, начнут просыпаться вредные насекомые. Они будут встречаться с табачиной пылью, они будут встречаться с авермиктинами, они будут встречаться с грибами-метаризумами, которые будут их уничтожать. Если этот грунт оставить на холоде, то эти насекомые и клещи будут находиться в спящем состоянии и не будут настолько чувствительны к внесённым вот этим инсектицидным и акарицидным средствам. Кроме того, там будет вот такое вот смешение различных процессов происходить, оживление этой земли будет происходить, она будет абсолютно живая, абсолютно активированная, абсолютно готовая к тому, чтобы воспринять рассаду, чтобы обеспечить ей хороший рост и развитие. На этом я прощаюсь с вами. Если у вас возникли вопросы, задавайте их под этим видео. А чтобы не пропустить наши новые выпуски, подписывайтесь на канал и нажимайте обязательно на колокольчик. Тогда вы не пропустите информацию о наших новых выпусках. Всего хорошего!